Друзья, всем большущий привет! В этом выпуске я хочу рассказать вам про своего нового помощника в мастерской. Давайте его распакуем и соберем. Посылка пришла вот в таком вот деревянном каркасе. Сейчас быстренько его разберу. Вот собственно и само содержимое. Это классный сварочный стол. Я очень давно хотел такой стол и наконец-то он у меня появился. Сейчас я его соберу. Это сделать очень просто. Весь необходимый крепеж идет в комплекте. Размер моего стола 1,5 метра на 80 сантиметров. Выполнен он из металла толщиной 4 миллиметра. Я не занимаюсь профессиональным изготовлением металлоизделий, поэтому для моих целей такой толщины будет вполне достаточно. На сайте производителя, ссылку я на него оставлю в описании под видео, вы можете подобрать стол, который подойдет именно под ваши цели, а именно толщину металла и размер самого стола. Конструкционно стол выполнен очень грамотно. Имеется куча ребер жесткости, которые довольно качественно проварены. На свои 1,5 метра длины стол имеет 6 внушительных ножек, что гарантирует отличную устойчивость и исключит прогибы стола. Сами ножки имеют большой диапазон регулировки по высоте. Благодаря этому такой стол можно установить и выровнять даже на самом неровном основании. Прикручиваю ножки. Благодаря высокой точности при изготовлении элементов делается все это легко и просто. Отверстия совпадают идеально. Теперь остается установить стол на свое место. Несмотря на то, что вес собранного со стола составляет примерно 150 килограммов, сделать это одному вполне реально. И так все готово. И так вот выглядит готовый стол. Плоская стола реально на высоте. Для удобства работы на поверхности нанесена координатная сетка с шагом 50 миллиметров. Также имеется куча отверстий для крепления вспомогательного оборудования и фиксации заготовок. На сайте производителя можно приобрести дополнительные ништяки. А о некоторых из них я сейчас вам расскажу. Начну вот с таких вот бочат или бочонков, кому как удобнее. Они отлично подходят для кондукторов. К примеру, если нужно сварить профильную трубу под 90 градусов, угольник в данном случае не нужен. Угол будет ровно 90 градусов. Вот такой еще вариант. Для надежности фиксируем струбцинами и можно варить. Кстати, струбцин очень легко сделать самому. Берется стандартная струбцина, отпиливается от нее верхушка и на ее место приваривается либо бочонок, либо как в моем случае болт на 16. Диаметр отверстия стали как раз 16 миллиметров. Следующая полезная штука это вот такие вот уголки. Выставляя уголок, фиксируя его струбциной и можно работать. Хочу обратить ваше внимание на то, как четко уголок лежит на координатной сетке. Назначение его вполне понятно. Это сварка заготовок под углом. Благодаря пазу положение уголка можно регулировать. Также есть несколько упоров, маленьких и больших. Креплю несколько маленьких упоров на углу стола и получается компактный кондуктор для сварки под 90 градусов, который не занимает места посередине стола. К примеру вот такой вот кондуктор, если необходимо сварить несколько одинаковых заготовок. Упоры можно зафиксировать болтами или струбцинами. Укладываем заготовки, свариваем, убираем и вкладываем новые заготовки. Это лишь примеры вариантов использования множества. Все зависит от вашей фантазии. Также есть вот такие уголки, они тоже предназначены для сварки под углом. Еще одна незаменимая вещь это транспортир. Для удобства работы на его поверхности нанесена линейка. При помощи его можно сваривать заготовки под разными углами. Есть еще вот такой расширитель, который можно установить на край стола, а также и на сам стол. Угол между расширителем и столом составляет 90 градусов, что очень удобно при работе. Друзья, вот такой вот классный стол у меня появился. Я уже успел поработать на нем и я остался в полном восторге, если честно. Ссылку на производитель я обязательно оставлю в описании под видео. Друзья, очень интересно ваше мнение. Поделитесь обязательно в комментариях, кто что думает. На этом я заканчиваю этот выпуск. Поддержите лайком, подписывайтесь на канал. Я вам желаю всего самого хорошего. Всем пока-пока.